Здравствуйте! В эфире «Военное дело»! Сегодня в нашей программе... Две ноги хорошо, а три лучше. Гаубица Д-30. Угол обстрела 360 градусов. Две станины и колеса. Долгое время казалось, что улучшить конструкцию орудийного лафета невозможно. Однако Вторая мировая война с ее быстрыми танковыми прорывами показала, что орудию часто требуется круговой обстрел. Гаубица Д-30, принятая на вооружение в 60-м году, стала революционным орудием своего времени. Гаубица Д-30, разработки КБ Федора Федоровича Петрова, была принята на вооружение в 1960-м году. Она пришла на смену знаменитой гаубице М-30, которая во время Великой Отечественной войны доказала свою высокую эффективность. Тридцатое с равным успехом уничтожало живую силу противника, огневые точки и даже танки. Лягушка. Так прозвали Д-30. И не случайно. Эта гаубица способна вращаться вокруг собственной оси. На огневой позиции станины разводятся под углом 120 градусов. Трехгранные сошники на их концах намертво вбиваются в землю, а само орудие поднимается над землей домкратом и закрепляется. Колеса висят над грунтом. Д-30 готова к бою. Выстрел! 6.41 наводить в узлоль. Выстрел! Чтобы изменить направление огня, не нужно поднимать и переносить трехтонную гаубицу. Достаточно небольшого усилия, и специальный механизм развернет ствол в нужном направлении. Действительно лягушка. Лапы крепко держатся за землю, а голова готова повернуться в любом направлении. Д-30 может вести огонь не только с закрытых позиций, но и прямой наводкой. Стреляет 22-килограммовыми снарядами. Противотанковыми кумулятивными, фугасными, осколочными. А также дымовыми и осветительными. В 60-е годы этот набор был еще более разнообразным. Для Д-30 тогда делали химические и агитационные снаряды, набитые листовками. Четвертое! Зарезанное! Осколочно-фугасным! Орубие! Выстрел! Максимальная дальность стрельбы Д-30 осколочно-фугасным снарядом более 15 километров. А экспериментальные реактивные снаряды летят почти на 22 километра. Скорострельность гаубицы 5-6 выстрелов в минуту. Это означает, что за 5 минут боя батарея Д-30 способна обрушить на противника до 600 килограммов боеприпаса. Продолжение следует... Буксируется гаубица стволом вперед, а не назад, как большинство других орудий. Три ее станины складываются в один пакет. Едва появившись, лягушка стала одной из самых массовых гаубиц в мире. Ее быстро освоили наши артиллеристы и армии Варшавского договора. Д-30 широко экспортировалась в дальние зарубежья. В Китае, Югославии, Сирии и Египте ее делали по лицензии. В Ираке гаубица получила гордое имя Саддам. Присмыкающийся Саддам отлично показал себя в Ирано-Иракской войне. Багдад использовал Д-30 где только можно. Иногда гаубица била прямой наводкой по иранским пехотным цепям. В конце 60-х годов лягушка переродилась. Правда не в царевну, а в цветок. Новую самоходную установку назвали «Гвоздикой». Возможности те же, подвижность выше. Самоходок этого типа выпустили около 10 тысяч. И до сих пор «Гвоздика» имеется в большинстве армии стран распавшегося соцлагеря. «Гвоздики» и «Лягушки» использовались в большинстве конфликтов последних лет. В том числе в афганской и чеченской кампании. Сегодня производство Д-30 в России прекращено. Гаубица постепенно снимается с вооружения. На смену ей приходят другие орудия. Однако существуют планы радикальной модернизации Д-30. Легендарная царевна-легушка еще не утратила своего значения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова